Добрый день! Вас интересует первая помощь при гриппе? Она состоит из нескольких компонентов. Первый. Ношение ватно-марневой повязки. Она защитит окружение ваше от вас как источника вирусной инфекции. А если оденуты все окружающие, то часа на 3-4 ватно-марневая повязка способна сдерживать вирусы гриппа на своей поверхности. Дальше просто меняется ватно-марневая повязка, или человек уходит в другое помещение. Второй компонент. Это постельный режим. Если вы хотите совершать трудовые подвиги на работе, да, это, конечно, здорово. Я вас уважаю, но как доктор не понимаю. Потому что вирус опасен не сам по себе, а своими осложнениями. Осложнения гриппа, неважно, это сезонный грипп, свиной грипп, птичий грипп возникают очень быстро. Быстрее, чем другие респираторные инфекции. Отличить их на первых порах очень сложно. Даже специалисту. Поэтому я не советую вам рисковать своим здоровьем. Лучше перейдите в постельный режим. Если вы заболели дома, понятно, вы там и остались. Если на работе вызвали такси и быстренько переехали домой, чтобы не заражать окружение. Своё на работе, не заражать людей по дороге. В постельный режим вы соблюдаете всё время повышения температуры. Почему? Потому что высокая температура тела. Это индикатор того, что в крови полно токсинов. Какую систему вы при этом нагрузите, та система и будет страдать. Потому что токсины будут раздражать эту зону и уничтожать те клетки, которые там работали. Поэтому вы думаете, страдает мозг. Вы читаете, страдают мозг и глаза. Вы двигаетесь, страдают суставы, страдает сердце, страдают сосуды. То есть не надо рисковать своим здоровьем. Очень много осложнений можно заработать. Поэтому постельный режим вас предохранит от многих осложнений. Ну, постельный режим имеется в виду в режиме самообслуживания. То есть в туалет вы можете сходить, взять какой-то напиток, пришли и лёжа спокойненько себе попиваете. Учитывая то, что потребность жидкости очень высока. Для здорового человека 5% от массы тела или при весе 60 кг 3 литра в сутки. Повышение температуры на 1 градус дает ещё дополнительно 1 литр жидкости в сутки потребность. То есть если температура поднялась 38,5, 2 градуса, то есть 2 литра вы ещё получили. 5 литров воды выпить очень сложно. 5 литров жидкости выпить легче. То есть если вы пьёте воду в виде соки, компотики, какие-то чайки, то вы быстрее обеспечиваете свой организм жидкостью, она быстрее всасывается из пищеварительной системы и также легко уходит через кожу, через почки и выносит с собой токсины. То есть вы обеспечиваете одним махом два процесса. Первое, выведение токсинов, то есть очищение своего организма. Второе, с водой, вода самое теплоёмкое вещество, вы теряете много тепла, то есть вы обеспечиваете охлаждение. И предупреждаете токсические осложнения вируса гриппа и связанные с высокой температурой. По этой причине, учитывая, что 5 литров жидкости человеку очень сложно выпить, вы теряете еду. То есть вы перестаёте кушать еду в прямом смысле слова. Едой у вас становятся вот те напитки, которые вы используете. Хочется аппетит, добавили чуть больше крахмальчика, он быстро переваривается и легко попадает в организм. Никакие кашки, никакие там мяско, рыбка, птичка, яички, ничего не стоит кушать и кисломолочные продукты в том числе. Почему? Потому что замедление всасывания жидкости из кишечника в кровь, это всегда увеличение риска осложнений. Поэтому еда у вас исчезла 3-5 дней, всё нормально. Даже человек, не имеющий много избыточной массы, легко это перенесёт. Ещё один компонент, это увлажнение воздуха. Слизь, которая образуется в лёгких у здорового человека, литровая банка. 99% это вода. Не хватает воды на образование слизи, слизь становится густой, перекрывает бронхи, появляется осложнение со стороны органов дыхания. Причём осложнение блокируется не крупные бронхи, а мельчайшие. То есть блокируется именно дыхательная поверхность. И очень быстро развивается дыхательная недостаточность, которую очень сложно лечить. Скорее её не лечат, а сопровождают, ждут, пока человек выскочит сам или не выскочит. Чтобы не попасть в эту ситуацию, жидкости должно быть достаточно на входе в организм. Но чтобы воздух не пересушивал, его нужно увлажнять. Различные увлажнители воздуха они есть. Это легко и просто всё исполнить. И тогда слизь образуется более жидко, вы легко её отхаркиваете, она легко уходит из вашего организма. Не проблема. Третий момент, ещё один момент, это успокоение. То есть не стоит волноваться, что какая-то ваша работа стоит. Ничего страшного подождёт, она неделю не испортится. За неделю ещё ни одна работа не испортилась. А вот здоровье за неделю можно угробить очень здорово. Поэтому не стоит рисковать своим здоровьем, потому что работы могут меняться, а здоровье у вас всего одно. Испортите один раз, потеряете один раз, потом вам его никто не вернёт. Ни одна работа. Поэтому неделю отдали вирусу гриппа, хоть минимум 5 дней, и вы выходите с хорошим иммунитетом, и всё прекрасно. Не злоупотребляйте единственное, что витамином С. Ни в коем случае не жаропонижающий. Только вы снизили температуру тела, вы тут же создали вирусу благоприятные условия для развития в вашем организме. А заодно и осложнением вирусной инфекции. Жаропонижающие, включая растительные калинки, малинки, липовый цвет, всё это исчезло из вашего обихода. Этим всем сопровождать вирусную инфекцию нельзя, только лишь в одном случае, если вы ждёте осложнений. Хотите их? Да, пожалуйста, попробуйте попользоваться. Потому что все жаропонижающие блокируют основную выделительную систему при гриппе, это почки. Уменьшается количество мочи, и избыток жидкости пошёл через кожу. Испарение воды через кожу обильное, снижение температуры, и тут вирусу стало классно. Температура его не ограничивает в активности, и не раздражает костный мозг по выработке интерферона. Защита не образуется. Оно вам надо. Я думаю, что так не стоит делать. 3-5 дней вы должны отдать вирусу, то есть высокая температура, в диапазоне до 39 градусов, всё прекрасно. Температура идёт выше, вы должны обеспечить что? Охлаждение. Охлаждение даёт только одно. Вода. Не жаропонижающие. Не аспирин, и ему подобные препараты. Эксперты ВОЗ проверили, при токсичных вирусных инфекциях, все жаропонижающие, это путёвка в осложнение. Поэтому так лечиться не стоит. Единственное, чем вы можете помогать, это напитки в разных видах, которые вы должны использовать, для того, чтобы ввести в свой организм, очистить его, заодно и охладить. Через 3 дня температура падает самостоятельно, всё отлично, вы всё делали правильно. Она может держаться и 4, и 5 дней, но падение должно быть самостоятельно до нормальных величин. Тогда нормально. Если она упала в диапазон 30-70 большим хвостиком, тут нужно думать уже о осложнении вируса гриппа и о приёме антибиотиков. Ни в коем случае вначале. Там нельзя принимать, потому что если вы используете антибиотики на вирусные инфекции, большинство антибиотиков не действует. А иммунитет подавляет. Поэтому, чтобы так не поступать, нужно просто выждать. Высокая температура, самый лучший ваш антибиотик. Если вы таким образом будете сопровождать грипп, я вас уверяю, осложнения будут минимальны, побочные действия будут минимальны, вы выйдете здоровым, с нормальным, хорошим иммунитетом и работоспособным. Чего вам всем желаю. Если вам нужна будет моя помощь, более конкретно, по другим проблемам, обращайтесь. Я врач, диетолог, фитотерапевт, Борис Скачко. Имею опыт лечения многих болезней. Написал уже больше 40 книг. Я опубликовал, не только написал. Написано значительно больше. Если вам нужно лечение каких-то заболеваний внутренних органов, обращайтесь. Лечение мое достаточно эффективно и результативно.